здравствуйте уважаемые зрители в эфире передача версии с вами ее авторы сергей лазовский и даниил богатырев а в гостях у нас сегодня политолог андрей тимченко здравствуйте коллеги здравствуйте здравствуйте вот первая тема которую сегодня хотелось бы обсудить и которая откровенно говоря не сходят с передовиц различных сми вот уже несколько месяцев эта тема скорого вторжения россии в украину ну во всяком случае так и и описывают западные сми корова и не отвратимого да самое главное не отвратимого вот сегодня 15 февраля это я для наших зрителей сообщаю на всякий случай на 16 февраля анонсировано кровавое вторжение с разграблением киева многотысячными жертвами и так далее анонсировано кем американскими сми и эти сми ссылались на свои источники в госдепартаменте что якобы байден на совещании с руководителями стран евросоюза объявил о том что 16 февраля нападет россия на украину и значит случится нечто ужасное но на деле мы видим что и в москве и собственно в киеве вплоть до последнего момента все эти слухи отрицали зеленский на 16 февраля назначил день народного единства значит чтобы серьезно он подписал такой указ если кто не слышал байдена пригласил байдена пригласил но байден не приедет неважно пригласил ну да да но в день народного единства значит что должны делать граждане они должны повсюду вывешивать государственные флаги и строго в 10 часов утра исполнять государственный гимн и тогда значит путин не нападет то есть это такие вот магические действия которые его остановят это мне напомнило извиняюсь фильм чертс когда заседание у петлюры игре то что же быть красный идут белый идут один а треба сработать и так чтобы все церквы были в колокола бомбом и усе граждане со снятыми шапками и жиды тоже ходили и молилась а вот и колокола бомбом а петлюра кричинки шоу совсем уже а этот замолчал а потом в процессе обсуждения он время от времени повторял да но все-таки андрей вот хотелось бы узнать ваше мнение почему по какой причине вот градусное огнетание особенно в последнее время в западной прессе вот этих военных слухов военной истерии не бывало увеличился и к чему это может привести то есть зачем они это делают мы видим что после такого нагнетания уже ну что-то произойти должно вряд ли там нападение россии но что-то должно быть потому что просто так это все не может сойти на нет так уже есть извиняюсь и просто оставлюсь ведь посольство по выезжает ну да можно уже не нападать уже посольство уехали уже 14 миллиардов 14 миллиардов украина лишилась так что можно и без войны сильно легко страну разорить одними слухами помимо чисто геополитики я бы хотел еще обратить внимание на сугубый экономический аспект еще президент эдвайт айзенхауэр президент сша в своем прощальном обращении к нации он прямым текстом сказал что военно-промышленный комплекс сша он обладает такой силой внутри государства и он является самым крупным работодателем то есть на военно-промышленный комплекс сша работало больше американцев чем на все корпорации вместе взятые там он назвал до трех миллионов американцев по состоянии там еще быть ошибиться там 55 год по моему и он прямо в своем обращении к нации он сказал что будьте осторожны что внутри военно-промышленного комплекса сша есть такая сила которая может даже злоупотреблять и влиять на правительство сша и с тех пор я считаю ничего не поменялось вот уже я слышал поставили в украину вооружение на сумму 650 миллионов долларов это почти там ну за последнее время вот да да есть там различные там жалобы что это устаревшее оборудование понимаете мы смотрим мы упускаем этот экономический момент а давайте представим себя на месте вот призвать в американского производителя оружия нам нужны заказы нам нужны а если и простить живые деньги нужно когда если нигде нет войны то соответственно и оружие никому не нужно вот или как вот в прошлом году когда сша покидали афганистан вот были там крики что они пооставляли оружие джип этом даже пару самолетов оставили была такая версия что это все намеренно потому что хотят там чтобы талибы там начали между собой воевать то есть я считаю нет просто опять-таки нужны новые заказы все эта техника уже списана то есть склады свои они взрывать не хотят нет 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 в отличие от нас каждый по-своему решает проблему перепроизводку я вам даже больше скажу вот когда нам джавелины поставляли при трампе то есть украина не платила за джавелины за джавелины заплатила государство америки то есть частным производителям оружия вот в этом суть то есть я бы на это обращал больше внимания на сугубо экономический аспект вы хотите сказать что джавелины нам подарили за них заплачено ну за них заказа плачет американцами но я сомневаюсь об этом те которые оплачивают ничего не взяли с украины что-то в него это не верится но британцы эту схему обычно оформляют так как вот с катерами они выписали кредит но действительно свой же кредит перевожили в свой другой карман там до предприятию которые строят пришел занять денег от этому сужен у тебя же теперь есть деньги а возьми вилку он говорит так не вилка вроде как не нужно так возьми но деньги же тебя есть все это отошел ушел как бы денег он должен теперь у него есть вилка только денег у него нет которую он просил на какие-то свои цели то же самое происходит с украины ну примерно тогда больше большая часть оружия нам поставляемого она почему-то предназначена для ведения уличных городских боев в каком городе и с кем они собираются пить а кроме того есть еще такая заметка что канадские спецназовцы начали усиленно обучать ведению и тактики городского боя определенная там правосекторальные силы но с кем биться канадские спецназовцы уже эвакуировались куда-то подальше на западную украину не важно прошла информация по поводу старого устаревшего оружия оружия тем старым оружием сорок первом году там пулеметными маски максим условными тоже перебили значительное количество людей так что старость оружия не как бы не сильно влияет на поражаемость человеческого мы кстати помним 14 год когда на донбассе в общем-то обе противоборствующие стороны использовали в том числе и устаревшие образцы вооружения в частности там были фотографии батальона донбасс у которого там на вооружении стояли в том числе и пулеметы дегтярева времен то второй мировой ну что не помешало эффективно уничтожительное количество наших ну да и соответственно у противоборствующей стороны тоже там были за замеченные пулеметы максим и различные ну да в значительной мере и все-таки возвращаясь вот к теме нагнетания то есть вы андрей считаете что экономический аспект здесь играет ключевую роль но тогда возникает следующий вопрос если все это оружие поставляется там на территории украины даже предположим что чисто по экономическим мотивам все равно она увеличивает риск военно-политической конфронтации и риск того самого там российского вторжения или назовем это там мягче эскалации вооруженной эскалации потому что для россии совершенно очевидно накачивание украины американским вооружением неприемлемо чем больше это происходит тем больше вероятность какой-то конфронтации я считаю что сша тут подловили то есть тут идет как шахман шахматная партия да вот в экспертном сообществе там была такая информация что возможно вот то что в конце декабря президент россии путин высказал требования то есть который но не назвал это ультиматум но это по сути ультиматум что и в экспертном сообществе есть такие там мысли что возможно россия будет отвечать ракетами там в венесуэле мы возможно на клубе и возможно такое накачивание украины оружием это как вот такой упреждающий упреждающие движение чтобы отвлечь россию от мысли его латинской америке и вот и связать его силой тут в украине достаточно логично до заставить решать проблемы возле своих границ тем более что украина она живет для соединенных штатов не представляет большой ценности то есть для них вот как раз размещение каких-то российских ракет в латинской америке представляла бы непосредственную угрозу а то что происходит на территории украины даже если россия скажем ее завоюет полностью для них это ну не холодно не жарко что называется нет такой и связи большой то есть здесь парадокс что торговый партнер украины номер один это китай а кстати вот у руслана бортника была интересная мысль почему украина не подписывать зону свободной торговли с сша было бы логично потому что сша наши стратегические партнеры почему вы не подписываете с ними зона свободной торговли сша весьма кстати интересный вопрос ну и почему противоречие одну подпочт ну ответ по удалось во время несколько по среду у нас агенов здесь на этом же месте сидят геополитически украина это все-таки ареал россии прекрасно понимая эту незыблемость западный мир четко понимает что временное качание украины в ту сторону это не будет не окончательно поэтому если бы они считали окончательно нас банок на фаршировали деньгами больше чем афганистан и польшу вместе взятую и мы бы уже хорошо тут жили однако же все действия производимые нашими партнерами они приводят к тому что украина превратилась уже не то что в аграрную в какую-то и не угольного просто каменную державу ведь у нас это мы только что говорили нет практически нефтепереработки мы не производим свой бензин вот смотрите что творится на заправках какие цены это маленькое влияние того что произошло между литвой и беларуси и вообще сравнить украина да со своими нефтеперерабатывающими комплексами и маленькая беларусь которая нас снабжает этим же бензином по трубе или не по трубе мы скоро останемся без производства клеев и все это благодаря нашим западным союзникам кстати нет интересно такое высказывание клеммансо я недавно услышал который говорит о состоянии мозгов скажем наших старшего брата он свое время сказал что американцы перешли из периода варварства в период декадентства минуя культуру я думаю что американцы бы с этим поспорили но я спорить с этим не буду декаденты или варвары могут спорить с утверждением более развитой системы и с тем что мы были развитой системы они бы поспорили конечно но хан но на что ж по климансо не наш климансо француз премьер да да я это я в курсе как говорили пикейные жилеты ему палец в рот не плоди безусловно безусловно однако же возвращаясь к нашей теме вот каким образом реагирует на происходящее украина то есть мы видели ряд внутриполитических процессов в украине которые честно говоря не особо зависели вот вот этого информационного нагнетания информационного контекста то есть создается такое впечатление что в офисе президента на банковой руководствуются принципом как знаете там есть лозунг украинских националистов а нам свое рубить то есть вот они делают вот именно то что им нужно не обращая внимание ни на что а что вот это хороший вопрос мы сейчас поговорим но для начала что именно они сделали за последнее по крайней мере время вот было на прошлой неделе заседание с нбо на котором фактически заблокировали эфирное вещание последнего оппозиционного телеканала ну или назовем это так телеканала который транслировал альтернативную риторику официальной повестки но он так вот именно интересно интересно что он формально по формальным принципам признакам считается оппозиции но на позиции не является потому что он транслирует все те же идеологические симулякры которые господствуют у нас четырнадцатого года то есть канал и петра алексеевича грубо говоря вот объясню что я имею ввиду никогда не поставят под вопрос то что майдан был нужен что майдан был прав и так далее вот тогда вопрос оппозиционным кому если эти каналы которые позакрывали они были по сути оппозиционные нашим нашему внешнему управлению ну и соответственно внутренним то петр алексеевич оппозиционен только внутренним но не основному мейнстриму о котором вы снова безусловно и поэтому в отличие скажем от медведчука он не находится под домашним арестом а находится под как это личное обязательство ему избрали меру что но пока что вне независимости от личных обязательств он эвакуирует куда-то свои ценности если семью и вроде и сам собирается эвакуироваться но видимо вместе с личными обязательствами ну да говорили об этом действительно вот андрей как вы считаете почему именно сейчас было принято решение об окончательной зачистки медийного поля по крайней мере официального от оппозиционной риторики прослеживаются тренды на так называемый закручивая гаек уже давно то есть после если как говорится хлеба и зрелищ если хлеба нет то нужно больше зрелищ вот я бы вообще ответил в духе вот платона то есть она причитала платона и у него вот даже если даже если вот мы скажем что вот майдан это проявление демократии до власти обычного народа так вот по платону и демократия простите скатывается в диктатуру как раз вот и это ложится в конву как раз вот так что здесь точно с этой точки зрения все логично вдоль даже больше добавлю вот был коррупционный скандал с депутатом услуги народа трубец и нам до что он там его поймали на вымогание взятки на это депутат киевсовета от своими носителя ну там из кузьминых тоже будут кузьминых и трухин был недавно это но коррупционный именно с кузьминых а это тоже рангом повыше вот я буквально перед эфиром вот загуглил фамилию трубец и вот обычно там если вы что догуглите там сразу много ссылок на сми именно на новость вот я вот первая страница там я увидел там как обычно там ссылка на википедию ссылка на его профиль фейсбук там только какие-то его соцсети и было ей только на первой странице единственная новость об этом по скандале коррупционным угадайте издания украинская правда это привет при принадлежит томасу томашу фиале да да то есть партнеру сороса по корпорации dragon capital давайте разорвут вот все остальные сми ну я сейчас сугубо так свой субъективный опыт сейчас описал вот это как говорится привет нашим западным партнерам то есть как бы что это тоже кстати показательно что такие вот западные сми они на самом деле проводят такую кампанию против президента зеленского и слуги народа уже долго то есть вспоминаем в актер гейт но то есть вы хотите сказать что они не вполне довольны да да конечно безусловно я бы не сказал что они прямо против него проводят они просто показывают молодому дарованию что есть у них методы как говорил синька кирпич против коли сопрыкина или кого там синьки сопрыкина ведь смотрите вот что мне напоминает вообще вся сегодняшняя ситуация и не только в украине а в целом мире и пример такой который понятен на сегодняшний день всем представьте себе что каждый человек вдруг решил что дышать он по сути сам по себе не умеет правильно может и дышит там как дед дышал как прадед дышал но наверно неправильно ему так рассказали а давайте-ка я подключусь к его пусть электронная там за меня все решает и будет мне в жизни счастья а рубильник от всех его иного дали в одни руки и вот эти одни руки в какой-то момент поняли что теперь же можно и регулировать многие другие вопросы кто-то там неправильно себя ведет чуть чуть меньше ему кислорода или другую какую-то смесь на и когда мы говорим о том что это именно наша власть берет и закрывает отдельные каналы а мы бежим и жалуемся к тому с рубильником который как раз этот рубильник и прикручивает меньше свободы слова в украине или нет никто же не реагирует и в принципе опять таки вот этот рубильник свалом он очень красноречиво о себе говорит вспомните смерть в внезапную смерть этого саудовского журналиста хорошо бже на если бы которого расчленили белоруссии или в россии то я себе не представляю там бы вообще эфирного бы пространство не осталось ни на что другого как только на обсуждение этих супостатов а там сказали ну в принципе по мусолили недельки-две тела но они так живут то что мы же не можем им там чего-то рассказывать демократия них нет ну тоже опять-таки это их это их уклады мы туда не лезем это другое но кстати что большинство террористов которые совершили теракты 11 сентября они были саудиты вот и ну почему-то удар был потом нанесен по афганистану и по ираку они-то были саудиты по происхождению вот кто организовывал всю эту операцию остается вопрос но безусловно да все-таки вот что касается закрытия там очередного телеканала мне кажется наши сми вот которые освещали этот вопрос упускают одну очень важную деталь здесь дело не в закрытии там конкретного телеканала а дело в том что значительная часть граждан украины которые имеют альтернативную точку зрения на происходящее событие она окончательно и официально теперь лишена всякого присутствия в сми то есть государство фактически вот этим решением с нбу объявила часть граждан ну что ли официально пораженными в правах как минимум пораженными в праве на публичное высказывание своей точки зрения на широкую аудиторию общенациональному получение информации ну да по крайней мере они пытаются ограничить это в правах человека записано да они пытаются ограничить это право мы понимаем что это не получится все равно в современных условиях но тем не менее попытки да и ему на мой взгляд это как шоры у лошади вроде ты же не согрещаешь смотреть по сторонам но она сама не может больше этого делать ну безусловно вот что здесь кажется мне наиболее важным то что государство фактически вот объявила официально официальном уровне уже значительную часть своего населения но какими-то неправильными гражданами и или же там диссидентами но грубо говоря вот сегодня чтобы там наши зрители понимали жителям украины для того чтобы там получать информацию альтернативную государственной пропаганде официальной нужно как в старое советское время там диссиденты крутили транзисторы вот прислушиваясь к различным голосам а теперь нужно настраивать в пм точно также там заходить на заблокированные сайты там читать их или там смотреть заблокированные каналы что-то в этом духе ну пока еще youtube работает но опять же там мы все эти ресурсы тоже блокируют не любят всех youtube работают медведчуковские каналы youtube выбрать да он их периодически выбрасывает они заводят новые там начинают вещать который вообще-то не под не под отчетен украинской власти ну да там и ютуб их удаляет по требованию минкульта которые с обращениями регулярно туда значит youtube на наш минкульт но мы же понимаем что скажем так вот устранение такой повестки информационная она не только в интересах украинских властей но и в интересах соединенных штатов поэтому поэтому youtube как бы сказать их и блокирует вот сейчас раздуваю вот эту информационную истерию вокруг якобы нападение на украину американцы разумеется всячески заинтересованы в том чтобы здесь эта информация была даже не доминирующей а единственной и поэтому отрезаны вот эти все другие носители информации которые говорят ребят давай думайте с никто нападать не собирается откровенно говоря даже официальные украинские каналы говорят о том что никто не собирается нападать до чего уж там греха таить даже этот самый вот резников министр обороны недавно заявлял что без паники там ну и главное наш ветеринар данилов тоже мне это отношение к власти ко всей этой проблеме напоминаю знаете анекдот когда достаточно поддержанный лавилас добивался благосклонности к некой молодой особой а когда согласилась он понял что делать этого не надо было вот поскольку несостоятельный мы все время кричали спасайте нас все сейчас нападут тут тут непонятно что будет таки да нападают эти не не вы ошибаетесь никто нам я предлагаю искать плюсы в данной ситуации в этом смысле мы можем гордиться тем что ситуация в украине напоминает нам ситуацию в когда вот этот штурм капитолия был помните до действующего президента блокирует его аккаунт твиттера и сейчас кстати вот на подходе собственная социальная сеть и мессенджер у консерваторов да да так что я предлагаю нам этим гордиться то что мы в этом смысле похоже равняемся на сша нас тоже я вам еще добавлю что но это у нас не звучит нигде информационном поле то есть я например смотрю на ю тубе там например американских консерваторов они тоже жалуются что их youtube блокирует удаляет их видео а они всего лишь они там например они есть такая вот понятие там ментальность жертвы что они борются информационно против что белая движение темнокожих что что на чем она зиждется на вот что темнокожим америка пытается внушить что они жертвы всю жизнь все века то есть они берут находит темнокожих американцев которые успешные бизнесмены там юристы они выходят евре же я темнокожий но я не жертва то есть не надо на меня вешать вот этот ярлык жертвы постоянно и такие простые мессенджи здесь абсолютно и блокируют вот здесь же чисто философская такая ситуация единственная борьба противоположности точно так же как капитализм он породил своего могильщика пролетарий точно так же и в данном случае средства массовой информации ну и в том числе фейеррис они сами себе роют могилу чем больше они оказывают влияние через свою монопольную власть тем больше они порождают желание других воссоздать симулякры или вы или во всяком случае свои собственные средства как трамп решил свою создать систему точно также китайцы уже создали свою внутреннюю там facebook их китайский по-своему но в своем социальности то же самое ожидает и россии но украина то да то же самое касается и валют и валют но безусловно то положение когда американцы американцами согласились но хорошо не привязывайтесь к золоту рисуйте там будет резервная валюта будем пересчитывать но как только они начали через этот механизм влиять на политику у страны сказали не нам ваши бумажки рисованы и начинают замещать доллар другими валютами в расчетах потому что вот этот и вл он далеко не всем подходит вот например казалось бы криптовалюта биткойн это же торжество либерализма там свободы от всего и вся а фрс в первую очередь против против первую очередь от здравого смысла фрс против биткоина там вот в сальвадоре легализировали биткойн фрс говорит нет не надо это неправильное решение пожалуйста отменить легализацию но они против во первых потому что монополия только постольку поскольку и сохраняет свое влияние потому что ей нужно монопольное положение вот а во вторых они еще против потому что когда биткойном как средством будем откровенно средством для нелегальных расчетов потому что большинство вот этих расчетных операций они используются именно для того чтобы там где-то отмыть деньги где-то там рассчитаться за криминальные какие-то дела наркоторговля торговля оружием преступность торговля людьми и так далее когда этим занимаются ограниченные группы лиц которые как правило имеют связи с соответствующими государственными органами спецслужбами сами спецслужбы этим тоже занимаются это одно дело но когда этот инструмент становится доступен широкой общественности и уже какой-нибудь там джонни или билли уходит от уплаты налогов при помощи там расчетов биткойнах тут фрс уже хватается за голову и говорить не 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 уходят они от уплаты налогов не потому что они джонни или билли такие глубоко законспирированы а потому что нет такого закона который регулирует именно это ну да то есть это серая схема она не черная на серая она не может быть серой в принципе своем поскольку именно система блокчейн не дает возможности спрятать ни одного цента ни одного цента и только нежелание спрятать да но она не контролируется государством вот данная сейчас если она не прячется то она и может контролироваться то есть если я не хочу это контролировать я не буду контролировать но это не потому что от меня спрятали потому что я не хочу по каким-то причинам этого нет ну так вот причина такова что государству собственно, в том числе и с его нелегальными контрагентами в лице там бандитов, наркоторговцев, мафии и так далее, нужен какой-то способ вот расчетов. На сегодняшний день гораздо проще спрятать привычные нам денежные расчеты, чем спрятать оборот этой криптовалюты. Она опять-таки вся на блокчейне. Любая транзакция, она тут же становится, ты ее не можешь... Да, но кошельки безымянные. Ну, это уже другое дело. Я вообще слышал, что рост стоимости биткоина, он был обеспечен, что вся, извините, китайская коррупция в него, там все взятки получались биткоинами. И потом Китай вот уже принял решение так, в прошлом году, что все, биткоин вне закона, то есть будут... Ну, в России тоже запрещают майнинг сейчас, криптовалют. При этом китайцы не переставали расстреливать своих коррупционеров даже не серебряными пулями. Ну, кстати, вот Андрей же несколько лет жил в Китае, вот он может рассказать тоже про порядки, там, как, как все устроено, что называется, административная система. Вот сталкивался ты с коррупцией, там, на бытовом уровне? Ну, много, к сожалению, демонизации Китая, особенно в западных СМИ. Вот там, особенно меня радует издание Блумберг, там, если посмотреть их там репортажи, там, то есть, почему-то именно Блумберг дышит какой-то ненавистью к Китаю, там, вот это нагнетание истерии, что... за вами здесь следят, вот, если там вы перешли дорогу на красный свет, за вами выезжает уже спецназ, вас выносят, там, в черные списки, там, арестовывают. То есть, ну, все как у нас там. Как у нас эвакуаторы. А, вот там, где вместе с водителем эвакуировали. Да, да. То есть, ну, надо честно говорить, и, кстати, тут надо дать должность Си Цзиньпину, что... Ну, он не говорит, он не лицемерит, он не выходит, не говорит, ой, вы знаете, у нас свобода слова. Он никогда этого не говорит. Он, наоборот, говорит, он говорит, мы боремся за чистоту интернета. Но он не говорит, ну, не лицемерит, что вот у нас в Китае свобода слова. Ее нет, ну, объективно. То есть я вот работая в Китае, то есть я подписывал отдельные документы, где я обещал, что не буду обсуждать политику со своими коллегами, ни в каком ключе, ни в плохом, ни в хорошем, ни в каком. Это действительно правда. То есть там даже было, по-моему, я видел трудовые договора, где даже запрещается проповедовать христианство. Но это реально есть. То есть там нельзя там, ну, может где-то в своих личных вещах можете там Библию, но там, чтобы ходить проповедовать, то есть это прописывается в трудовом договоре, что вам нельзя этого делать. Ну, может, оно и неправильно, но честно. Ну да, во всяком случае. То есть реально нет вот этой двойной морали. Нельзя-нельзя, не подписываться. Они обычно китайцы в этот момент, если там, они говорят, зато мы вытащили из бедности там 600 миллионов человек. И они правы. То есть сам... Минная демократия. Это вообще катастрофа. Минная демократия. Это катастрофа, что... Вот этим они подорвали, в общем-то, основные устои западного мира. Потому что если до сих пор демократия ассоциировалась с более высоким уровнем жизни, то сейчас вдруг авторитарный Китай показывает более высокие показатели. А чем тогда привлекает демократию к себе? Кстати, Китай даже не авторитарный. Он тоталитарный. Потому что авторитарный – это режим одного диктатора. Вот диктатор умер, он, скажем, закончился. А тоталитарный, когда есть тотальная партия, которая контролирует все государство. Вот Китай как раз относится... Ну и вся Саудовская Аравия? Да, безусловно. Саудовская Аравия так же. Скажи им про демократию. Ну, Саудовская Аравия – это монархический режим. Вот, монархический, теократический отчасти даже. Главное, что он не демократический. А показывает хорошие результаты. И хуже всего, что Китай, в моем понимании, он играет, он побеждает США по их же правилам. По правилам капитализма. Но хуже всего для США. Да, то есть у них паника. И, ну, вот, кстати, очень интересно, если послушаете консерваторов, и вот даже Берни Сандерса, и вот там даже посмотрите в интернете его выступления перед Сенатом, что начиная с 80-го года, когда Рейган пришел к власти, застут, считайте, 40 лет, США, американский бизнес вывез в Китае 40 тысяч производственных мощностей. Ну, там, предприятий. Заводов. 40 тысяч заводов. Я эту цифру даже представить не могу. То есть вот эти все пресловутые айфоны, которые собираются в Китае. Мало того, что они производство вывезли, они же вывозили технологию, которую сейчас ограничены. Да, да, да. Я, честно говоря, не знаю, на что они рассчитывали, что по-любому, ну, я думаю, что они ни на что не рассчитывали. Они, их задача была просто заработать денег как можно быстрее, а там потом хоть трава не расти. То есть долгосрочное планирование отсутствовало. Я говорил, Маркс, капитализм при виде трехкратной прибыли ни перед чем не остановится. Да, то есть, ну, еще по поводу благосостояния китайца, то есть самую низкую зарплату, которую я видел для китайца, это эквивалент 500 долларов. Я, это считается подработкой для студента там на неполный рабочий день. Это там посмотреть за детьми, то есть это 500 долларов, ну, эквивалент. Это все-таки надо, надо, скажем так, делать поправку на то, что это были города. То есть это не была сельская местность. Ну, я видел и маленькие городки, и большие города, то есть вот я сейчас говорю о зарплатах в маленьком городке, скажем так. Они же села превратили в кооперативы. Кооперативы чуть-чуть побольше в корпорации. То есть вот села в таком нашем понимании, что там куча землепарцев собралась, она уже практически нет. Там есть село, вот у них есть селообразующее предприятие, на которое они там пашут и развивают его всеми силами. При этом во главе угла они оставляют семью, не общину. У них градация, ценность идет, семья, община, потом государство. У нас же все наоборот. Да, у них там серьезнейшие перекосы в этом смысле. Если вы помните, да, там есть проблема, что мужское население преобладает перед женским. Почему? Да потому что, как и у нас, мальчик, сын несет фамилию дальше, родовую. Это род. То есть, если девочка, она выйдет замуж, возьмет фамилию мужа, все, фамилия рода потеряна. Еще небось ей что-то надо дать в приданное с собой, наверное. Наверняка. Ну, кстати, там самое бережное отношение к женщине. Да, они в дефиците, они там даже не сомневайтесь. То есть, там, да, да, вот. Что в этом даже, вот то, что Сергей сказал, что действительно китайцы, вот по моему мнению, что вот религия, я видел там буддийские храмы, действительно. По моему мнению, там большинство населения просто атеисты, они неу что-то, но вот, что вот Сергей правильно сказал, что вот, если так просто сказать, что они верят в семью. Там, в души своих предков, то есть, вот, в семью они, то есть, для них собственная семья – это вот как отдельное божество. Интересно. Ну, и это все, конечно, ложится на систему конфуцианства. Да, да. Я бы хотел добавить, что мы когда там обсуждаем, что вот успех китайского коммунизма, то есть, важно сразу дополнять, что китайский коммунизм, в отличие там от нашего коммунизма на наших землях, он здесь штится на конфуцианстве. Я бы еще добавил, есть теория о рисовой культуре, так называемой. То есть, это не только Китай, это и Корея, и Япония, и Вьетнам. То есть, я не специалист по производству риса, но там при выращивании риса каждый член общины, он должен выполнять функцию. То есть, если он вовремя там не предоставит воду по каскаду для вот этих рисовых полей, весь урожай погибнет, и все умрут от голода. Поэтому у них вот этот коллективизм, он прямо на, я бы сказал, ну, условно, на генетическом уровне. То есть, то, чего нам, кстати, не хватает. То есть, по своему желанию, они бы собственные нефтеперерабатывающие заводы не отключили? Безусловно, да. Коллективизм и, наверное, определенная степень долгосрочного планирования. Да, я как-то смотрел, есть такая теория, там, культурных измерений Ховстеда, фамилия Ховстеда. И у него есть там шесть параметров, по которым там есть как... Я был очень сильно удивлен, что у китайцев на самом деле есть такое измерение, как попытка избежать рисков, она очень низкая. То есть, вот, китайцы готовы идти на самые смелые решения, даже вот, не всегда просчитывая даже риски. Это, кстати, здесь печально такая аналогия, когда вот печально известная политика по уничтожению воробьев, да. То есть, как бы, нам как-то странно об этом там слышать, но вот это, в некоторых смыслах, даже слепое следование за лидером, вот, как сказала партия, это одновременно и сила, и слабость. Это уже зависит от, там, руководства, насколько они все просчитывают. Вот, вот, вот эта готовность идти на самые смелые решения, это, кстати, у китайцев на... А тут, на мой взгляд, действует теория больших чисел. Мы когда-то там, еще в конце 90-е говорили о том, что какого количества спортсменов, там, боксеров, борцов, ну, именно таких силовиков, какого количества, большое из них добилось успеха. Ну, потому что, в принципе, человек готов идти на риск, он привык терпеть, он привык побеждать и меньше обдумывать свои риски, поскольку риск – это часть его профессии. И это позволяет ему добиваться успеха. Но тут же один умный сказал, говорит, а вы не считали, сколько из них потеряли, все потеряли на этом пути? Мы же говорим только о тех, которые добились успеха. Так и у китайцев, да, у них были там периоды, и я так не сомневаюсь, что они еще есть и будут, когда часть из них многое или все теряла. Но часть развивалась в том направлении, в котором нужно, и именно на них формировалась, как бы выстраивалась вот эта траектория движения на шагах успеха, как примере. У нас же шагов успеха вообще нет за последнее время. Вспомните какой-нибудь шаг Украины, который привел бы к успеху. Вот такому вот, я не говорю, запуск собак в космос. Зачем вообще запускать собак в космос? Ну ладно, это... Кстати... Ну для того, чтобы понять, что будет человеком... Я слышал, я слышал интересную, значит, информацию по поводу того, что вот многие страны запускали в космос собак, но только одна страна запустила кошку. Это была Франция. Вот, и причем кошка, она была как-то, ну, ей в голову что-то вживили какие-то, значит, электроды или что. Есть ее фотография интересная. И, к сожалению, не... Заставляешь ее думать, кошку что, она собака? К сожалению, не могу вспомнить, как ее звали Фелисет. Вот Фелисет, кошку звали Фелисет. Как Шаде. И она, она, по-моему, вернулась на землю и сбежала. То есть, ну, что-то такое с ней произошло. Это интересная история, на самом деле. Я думаю, вы скажете, вернулась на землю и начала разговаривать. И матер, и матер на по-русски обложила французских учебных. Я думаю, что кошки не настолько глупы, чтобы показывать всем, что они понимают людей. Это у китайцев, кстати, есть такое поверье, что все обезьяны умеют разговаривать, но виду не показывают, чтобы их не заставили работать. Ну, или как в том анекдоте про ребенка, который в 7 лет, ну, вот, не разговаривал до 7 лет, а в 7 лет сказал, суп горячий там или холодный. А почему же ты до этого не говорил? Так надобности не было. Да, до сих пор все было в порядке, да. Да, в этом смысле, да. Китайцы, кстати, практичны до мозга костей. То есть, недавно вот слышал, что, я это и чувствовал на собственном опыте, что вот эта такая, скажем, креативность в нашем западном понимании воспринимается китайцами скорее как недостаток. То есть, и вот это, когда вы выпячиваете свою личность из коллектива, это осуждается, я бы сказал, чем хвалится. Ну, да, как в этом старом анекдоте, говорит, когда дедушка повел внучка в консерваторию, и тогда говорит, слушай, говорит, а все там на скрипке вот так, а дядя Лёва взял одну ноту и все время смычкал. Он говорит, так потому что идти ищут, а дядя Лёва уже нашел. Своё призвание, да. Я вот еще какую тему хотел бы, ну так, оговорить. Вот мир полон противоречий. Вот, чтобы мы не коснулись какой области жизни, вот это противоречия. Ну, поскольку их много, а влияют в основном-то какие-то наиболее глобальные из них, вот одно из противоречий, которое недавно мне вот как-то подумало. Вот смотрите, если у меня предприятие, и у меня эффективно менеджмент, который развивает это предприятие, то менеджмент этот стремится к росту или к сокращению. То есть чем эффективней, тем меньше количество. Так? Количество управляющих. Так, да. Теперь у нас получается, с каждым годом у нас управление растет, растет, растет и растет. Увеличивается бюджет, растут штаты, появляются такие суперталантливые ребята, как Сережа Лещенко, который теперь с экрана внеслась от определенных каналов. И тогда вопрос. Финансируем все это мы? Вот у меня, как у части этой финансирующей, возникает вопрос. Пацаны, а куда вы деньги деваете? Ну, если вы не можете справиться, так зачем же мне увеличивать количество вот этих бесполезных для меня ртов? Я их должен, наоборот, сокращать. А если вы эффективны, то покажите, где этот эффект. Ну, инструмент сокращения находится не в наших руках. Нет, он в наших как раз руках. Но мы опять-таки, как вот этот ИВЛ, передали все в те руки. Ну, как сказать, в наших руках? Мы же не можем там приказать, я не знаю, какому-нибудь министру МВД взять и пересажать там половину Верховной Рады. А они могут приказать пересажать там какое-то количество граждан. Вы понимаете, мне все это напоминает опять-таки вот эти вот параллели, там, версии, связи. Вот передача в Мире Животных, да? Animals Plan. Спасется стадо антилоп где-то там в Африке. Тут же пришли львы, с угла кого-то там поймали, зазевавшуюся. И тут же ей закусывают. Прямо на углу никуда не уходят. Зачем мясо протухнет, пока будешь искать тень? А остальные антилопы, они тут же шуганулись на секунду, но потом смотрят, ну, меня-то не хватает конкретно здесь. И они продолжают тут же пастись на этом же пяточке. Вот вам не напоминает, что мы превратились вот в это стадо, которое время от времени кого-то из нас тут же, нами тут же закусывают. Вот это отношение к жизни. Что мы же не можем это поменять. Можем. Вдобавку, я сегодня упоминал Платона, что диктаторы же не правят единолично. Он же опирается на клан. То есть это определенная организация, которая там голодная, которую нужно кормить, как вы упоминали, вот мир дикой природы. Причем эти его ближайшие окружения прекрасно понимают, что они первые возможные кандидаты на то, чтобы им снесли голову. Потому что император не будет видеть где-то там находящегося. Он находит среди своего ближнего окружения. Но тем не менее, находиться в этом окружении почетно и прибыльно. Это, кстати, вы мне еще напомнили. У Макьевелли есть фраза, которую я не до конца понимаю, что «держи друга близко, а врага еще ближе». Правильно. А как вы прокомментируете? Я не совсем понимаю, как это врагу держать, чтобы он был на виду. Если вы мой враг, то ваше любое движение я буду лучше видеть, когда вы находитесь вблизи. Я смогу на него отреагировать. А если вы находитесь за спинами моих друзей, которые меня окружают, то что вы там наделаете и как быстро вы появитесь возле меня, это уже... У Макьевелли есть масса интересных фраз. И первое из них мне пришло в голову, когда начала формироваться команда «Зеленых». Что правитель оценивается по тем людям, которыми он себя окружает. Мы же знаем, кем окружал себя, господин. Безусловно. Вадим Александрович. Так вот это вот противоречие, о котором я вот сейчас сказал. С одной стороны, у нас штаты управленцев все время растут, а добро все время сокращается. Может, надо уже как-то понять, каким образом нам воспрепятствовать росту этих штатов. У меня еще такая бессер вспомнил, что... Ну, это моя точка зрения, что Украина стремится к капитализму, причем к капитализму в его чистом виде. Вот капитализму образца 19 века. То есть когда вот... Я вот не знаю, кстати, Сергей, интересный вопрос, как вам преподавали вот это в школе, там, историю, что... Вот я вот перечитывал недавно, там, рабочее движение 19 века в США, там, чтобы вы понимали, рабочие забастовки переходили реально в боевые действия, когда рабочие берут свои ружья и отстреливаются от полиции... Там у какой-то горы даже была эта самая бомбардировка. То есть шахтеров, которые собрались там в кучу, начали идти на какой-то город маршем, чтобы устроить там беспорядки, их бомбардировали с самолетов. Ну, это не шутки, такое было. Я вам открою большую тайну, сейчас ее вообще-то как бы и не упоминают, вроде бы и не было, и думаю, что трудно будет даже найти упоминание об этом. Последний перед вот этой бомбардировкой собственной территории, то, что устроили тогда в Луганске, имени Турчинова, я так полагаю, это была бы сброшенная бомба в центре, по-моему, Филадельфии. Были большие заварушки, связанные опять-таки с афроамериканцами, чтобы не быть неполиткорректным. И они дошли до такой степени, когда квартал, где был центр этих возмущений, настолько уже ярый, что туда не заходили полицейские. Окружили этот квартал и бросили туда тактическую бомбу. И не позволили туда ни пожарным приехать, никому. То есть вот когда 2 мая, как мы знаем, в Дом профсоюзов в Одессе тоже не допускали пожарные машины, то это не было изобретение сию секунду. Уже тому был пример. То есть пример того, как демократия может недемократичным способом защищать свои устой, но он растет как раз оттуда. По поводу 19 века и то, чем у нас учили, меня когда-то из института чуть не поперли за то, что наш преподаватель марксистко-ленинской философии решил устроить диспут по поводу торжества демократии, марксистко-ленинской философии. И меня почему-то выбрал оппонентом. Вот вы, говорит, будете оппонировать этого. Я говорю, ну можно кого-то, не меня. Вот он с чего у меня. Нет, вот, вот давай. Ну, я говорю, понимаете, можно много говорить, можно говорить об основном. Какие источники и составные части марксистко-ленинской философии вы помните? Это экономическое учение английских экономистов, это философия немецкая, и в том числе это самосознание масс. Я говорю, объясните мне, пожалуйста, марксистко-ленинская философия, она в корне своей материалистическая? Он говорит, да, конечно, материалистическая. Тогда каким образом мы знаем, что Бога нет, души нет, вот, ну, нифига вот этого идеалистического нет, но в то же время один из столпов, на котором стоит сама марксистко-ленинская философия, это самосознание масса. Самосознание масса, то что это, материальная вещь? Он сказал, что я западной философии слушался. По сей день, честно говорю, я нигде ни в одном западном голосе этого не слышал. Ну, просто так вот, по здравому размышлению. Если это материализм, вот мы говорим, вот стол, это материально, это материально, а вот есть некое сознание. Это что, материально? Я позволю себе такой термин, позднесоветская мораль. Я употреблю этот термин, это я сам только что его придумал. Что он, к сожалению, дает почву для так называемых цветных революций. И сейчас я объясню, почему. Что позднесоветская мораль предполагала, что в рамках материализма, то есть смыслом жизни, к чему должен человек стремиться, это материально, правильно? Нет же, опять-таки. Нет. Они все время предполагали духовный рост советского человека. Но они его только предполагали. А новый хомо советикус. Кстати, по аналогии, я думаю, что хомо украинный суд тоже. А новый хомо советикус внезапно захотел 10 видов джинс драных и какую-нибудь еще фигню. Это же стандартная ситуация, известная еще далеко задолго до хомо советикуса. И в Макдональдс. И в Макдональдс стояли очереди в 91-м году. Запрети заходить в эту комнату, и все остальные тебе будут неинтересны, тебе нужно будет попасть именно в эту комнату. Возьмите, закройте дверь. У кого кошка в доме живет? Ну да, да. Закройте дверь, и он будет орать, выходить из себя, открой дверь. Ему не надо туда идти, ему надо, чтобы дверь была открыта. Я к чему вел, что, например, все знают, что президент, например, Инноковид, живет во дворце, или Назарбаев живет во дворце. Но он как бы старается этого не афишировать, потому что еще воспитанный в советской культуре, что богатство это же, надо его стесняться. А в Великобритании вот есть королева, а королева живет во дворце, а не в сарае. И когда обычный англичанин спрашивает, а почему я живу в сарае, а королева живет во дворце, ну так ответ, собственно, здесь и в вопросе, что... Потому что она королева. У англичанин таких вопросов они не задаются. А кроме королевы там 85% территории Англии принадлежит отдельным людям. Причем это родовая аристократия, которая ведет там не по одному столетию. Там, например, целые районы Лондона, Белгравия, они принадлежат принцу такому-то, герцогу такому-то. Англичане с этим родились и живут уже много столетий. Я к тому, что англичане не могут выйти в центр Лондона из... потому что королева живет в Межигорье, она у нее там роскошная жизнь. То есть это вот, как мы сказали... Это абсурд. А ему скажут, ты дебила. А ты сейчас только об этом узнал. У них и в Шотландии есть. То есть даже в этом есть, я считаю, больше искренности. Вот как говорилось, кстати, прикидывая мостик к свободе слова в Китае, то есть и там более искренне, и там более искренне. Есть уклады, которых люди не стыдятся. Вот они с этим живут. Точно так же, как Германия живет совершенно нормально. Да, они этого стыдятся. Многие стыдятся совершенно искренне. Периодов фашистского правления. Ну, они же не отрицают его. Они же не говорят, что этого не было. И вдруг находится какая-то группа людей, которые им сказали, да вся история, в общем-то, перебрана была. Не было у нас никаких этих успехов. Мы всю жизнь жили плохо. Мы всю жизнь жили под игрой. Правда, когда при ближайшем рассмотрении начинаешь говорить об этом Иге, то получается, что тогда при этом Иге вроде как бы что-то строилось, и не что-то, а многое строилось кстати. Если мы говорим вот очень кстати, параллель с Англией, в Англии вот это складывалось веками. То, что складывалось в Украине не веками, но очень быстро и очень концентрировано, это и была истинно народная республика. Я имею в виду период советской Украины. Ведь природа собственности Украины, она в корне отличается от природы собственности в той же Англии. Если там это создавалось именно усилиями отдельных лиц, буржуа, теми же родовыми дворянами, то здесь это все создавалось именно каждым человеком. Потому что каждый человек получал из заработанного рубля от семи до девяти. Ну будем откровенны, до этого тоже создавалось усилиями отдельных лиц, просто потом одна, скажем, недобросовестная группа лиц, это все, говоря современными терминами, отжало. То есть вспомним там Магнатов Терещенко, вспомним других. Конечно, конечно. Ну, если мы возьмем объем собственности на, скажем, восемнадцатый год, когда там в Украине пришли наконец эти проклятые, и на девяносто первую, то я думаю, что... Безусловно, он был увеличен многократно, конечно. ...то эта собственность приросла, и не только количественно, но и качественно, а в финансовом выражении уже сравнивать нечего. Так вот это прирастание было за счет именно работы каждого украинца. Не работать было нельзя. Посадили бы за тунеядство. То есть все это создавалось, это и была именно республика, общая вещь. Потом пришли те, кто пришли, посадили вчерашнего коммуниста. Он стал первым демократом. И вдруг в одночасье народ лишился всей этой собственности натика. И теперь нам говорят, мы же не можем не транспортировать газ за деньги, поскольку это же вот трубы, это же вот этой компании. Эта компания вообще-то на Кипре находится. А люди говорят, так подожди, вроде бабушка-то на эту трубу клала. Или говорит, забудь. Вот в Харькове сейчас как раз вокруг этой темы очень крепко задумались группа неравнодушных людей, причем не просто на уровне болтовни, там, грошей не могу, сын не корм. Нет, они предлагают конкретные шаги, тем образом, причем они под это подводят достаточно мощную юридическую базу. Они взаимодействуют сейчас и с органами правопорядка СБУ, и с местными властями. То есть они обсуждают сейчас достаточно интересный вопрос, который может, в общем-то, нормализовать, вернуть в нормальное русло то, что происходит в Украине. Об этом мы обязательно поговорим в следующих передачах. Я благодарю вас, уважаемые коллеги, за эту беседу. В гостях у программы «Версии» был политолог Андрей Тимченко. С вами были Сергей Лазовский и я, Данил Богатырев. Подписывайтесь на мой канал в Телеграм, он называется «Политолог Богатырев». И до новых встреч на Первом Казацком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова